Приветствую, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев расчехлился и продемонстрировал свое истинное лицо. Если кто-то раньше имел какие-то иллюзии по поводу его отношения к России и к Украине, то теперь уже нету никаких сомнений. Он не только открыто поддерживает Россию параллельным импортом для возможности российской военной машины и дальше строить высокотехнологичные инструменты, убивающие украинцев, но теперь он уже перешел и на открытую политическую риторику, полностью повторяющую кремлевские нарративы. Вот что сказал Такаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он заявил, что всем очевиден факт того, что Россия в военном отношении непобедима. Цитирую. «Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение, но возможность для достижения мира по-прежнему существует». Он сказал, что необходимо внимательно и рассмотреть все мирные инициативы различных государств, после чего остановить боевые действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. Он подчеркнул, что руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние, должны жить в мире и взаимопонимании. «С России и Казахстан, — говорит он, — имеет самую протяженную в мире демилитированную сухограницу. Между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся и к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве». Заключил Такаев, как будто бы позабыв о том, что даже посольство Ирана до сих пор функционирует в Киеве, несмотря на то, что Иран фактически напрямую участвует в агрессии против украинского государства. Поэтому наличие посольства или его отсутствие вообще, в принципе, ни о чем не говорит. А вот что здесь точно является говорящим, это то, что Такаев буквально дословно воспроизвел кремлевские тексты о том, что Россию победить невозможно и что дальнейшее продолжение войны, ну то есть дальнейшая поддержка Западом Украины в военном плане, приведет к глобальной ядерной войне, на которую явно здесь намекнул Такаев. Понятное дело, что сделал он это совершенно не случайно. Речь идет о том, что подобные тексты пишутся, разумеется, в администрации Путина. И, может быть, Такаев напрямую получил этот текст и получил распоряжение из Москвы зачитать этот текст во всеуслышание. Но, может быть, он просто решил таким образом в очередной раз символически подчеркнуть перед Путиным, что он союзник Москвы. Как бы то ни было, стоит пробежаться еще раз по всем высказываниям Такаева, чтобы утратить последние сомнения, на кого же он все-таки работает. Взять хотя бы его заявление о том, что он сожалеет о том, что стамбульские соглашения не были заключены. Как будто бы он не помнит, а что именно было в стамбульских вот этих самых соглашениях, которые вроде как услужливо разработала российская сторона после того, как ее террористическая армия начала терпеть те проблемы в первые недели вторжения в Украину. А там в качестве приложения содержался документ, который налагал на Украину совершенно кастрационные ограничения. А именно, по требованию Москвы, украинские вооруженные силы должны были бы лимитировать наличие у себя самого разного вооружения, от танков до БМП и артиллерии, а также лимитировать и количество личного состава в вооруженных силах. К чему это могло бы привести с учетом еще одного условия, зафиксированного в проекте этих стамбульских соглашений, в виде того, что Украина должна была бы отказаться от вступления в НАТО, я думаю, объяснять не нужно. Без всяких гарантий и с невозможностью развивать свои вооруженные силы, Украина уже через год или раньше стала бы легкой добычей для той России, которая переподготовила бы свою армию и напала бы с новой силой. В то время как украинцы не имели бы возможности не то, что развивать свою оборонку, но и получать, соответственно, западные поставки. Потому что Запад в случае заключения перемирия вряд ли имел бы большие мотивы к тому, чтобы помогать украинцам сопротивляться. Это было очевидно всем, это было очевидно тогда и украинским переговорщикам, и их западным партнерам, которые, конечно, вместе решили, что нет никакого смысла идти на поводу о синице в руках, которую якобы услужливо предложил бучанский мясник Владимир Путин. Так вот, Такаев сделал вид, что он вообще не понимает, о чем здесь речь. Но зато он прекрасно повторил вот ту самую формулировку бучанского мясника Путина и его прихвостни о том, что надо было тогда брать мир, но надо тогда брать его и сейчас. Конечно, сейчас ситуация намного хуже, но уж если тогда отказались, так возьмите хоть сейчас, а не то, и Украины не будет, и Третья мировая подоспеет. Очень похоже на то, что пару месяцев назад говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который колесил как раз-таки по Киеву, потом Москве, потом Пекину, потом к Дональду Трампу, ровно те же самые слова. Россию победить на поле боя невозможно, а дальнейшее продолжение войны приведет к страшным трагедиям. Опять же, намекал постоянно на риск Третьей мировой. Совершенно очевидно, что и Такаев, и Орбан работают в обойме Владимира Путина. Но что интересно, это же полностью совпадает и с риторикой Дональда Трампа, который постоянно говорит о том, что продолжение этой войны, читай, продолжение военной поддержки вооруженных сил Украины приведет к Третьей мировой. А вот он, Трамп, конечно же, за 24 часа остановит эту войну, просто усадив в стороны за стол переговоров, в то время как назначенный Трампом кандидат в вице-президенте Джей Ди Вэнс озвучил то, что сам Вэнс назвал предполагаемым мирным планом Трампа, согласно которому, да-да, стороны должны сесть, поговорить. Украина откажется от вступления в НАТО, а демилитаризационная линия пройдет там, где проходит сейчас линия боестолкновений. Украина и здесь, согласно мирному плану, представленному Вэнсом, не получает никаких гарантий. А Россия, соответственно, получает все. И территории, и возможность отдохнуть, и таким образом подготовиться к новому вторжению в Украину. Ну и особенно цинично звучит дальнейшая речь. Такая вы о том, что, мол, хотя руководители государств меняются, а народы должны жить в мире и взаимопонимании. Кому он это интересно говорит? Он говорит это украинскому народу, который целенаправленно убивается российскими бомбами и ракетами, которые целенаправленно уничтожают критическую инфраструктуру в стране, да и целые города сносят именно для того, чтобы украинского народа как такового не существовало. По его мнению, украинские граждане должны просто взять и простить российский народ, и жить с ним взаимопониманием. Тут же Такаев напоминает, что его страна, как ни крути, а все-таки соседству с Россией имеет там большую сухопутную территорию. И вот что уж тут поделаешь. Надо быть друзьями. Вот они и дружат. И эту дружбу Такаев назвал стратегическим партнерством. Напомню, он говорит о стратегическом партнере, который объявляет практически со всех своих ток-шоу политику геноцида в отношении Украины, только за то, что она выбрала европейский путь и имеет цель уничтожения украинского государства. Но Такаев и здесь не видит никаких проблем. Ну, подумаешь, дружу с мясником, убийцей и людоедом, самым худшим и самым опасным в истории человечества. Ну, а его ссылка на то, что Казахстан относится с симпатией к украинскому народу и его самобытной культуре, и вовсе звучит как издевательство, как будто бы он не видит, что на самом деле вот эту самую культуру и вот этот самый украинский народ сейчас либо бежит со своих территорий, либо умирает и погибает, разумеется, культурное наследие, которое целенаправленно уничтожает россияне в той же Одессе, когда охраняемые ЮНЕСКО, соответствующие культурные объекты, превращаются в руины под ударами российских ракет. И только западные поставки тех же патриотов спасают сейчас Одессу. И если бы не эти поставки, против которых, очевидно, выступает Такаев, то, конечно, погибла бы не только Одесса, погибла бы вся Украина. И таким образом мы видим, что эта речь Такаева расставила окончательно все точки над «и». Не может быть и речи о том, чтобы продолжать в Украине считать нынешнее казахстанское правительство дружественным или хотя бы нейтрально настроенным. Никаким нейтрально настроенным оно, конечно, не является. Все эти заявления, и не только заявления, но и реальные действия, Такаев совершает по одной единственной причине. Потому что он и вся его верхушка сделала ставку исключительно на обогащение за счет этой самой войны. Ведь его верхушка, безусловно, получает очень серьезные откаты от того параллельного импорта, который широким фронтом сейчас открыт для России. Получай, Россиюшка, в черную вот те самые компоненты, которые иначе Россия получить просто не может из-за санкций. Компоненты, из которых Россия строит вот те самые искандеры, те самые дроны, те самые различные военно-технические изделия, чтобы потом все эти изделия убивали, опять же, украинский народ. И здесь можно только руками развести. А почему же вообще Такаев и вся казахстанская верхушка продолжают спокойно делать то, что она делает? Держать открытыми ворота параллельного импорта для омерзительной террористической российской военной машины. Что стоит начать массированную общемировую кампанию давления на Казахстан и другие азиатские страны, которые точно так же держат ворота для параллельного импорта в Россию открытыми. Очевидно, и сам Такаев, и казахстанская верхушка заслужили серьезных санкций. Санкции, которые заставили бы задуматься этих чиновников, да и Казахстан в целом над тем, а готов ли он пожертвовать всей своей экономикой и сотрудничеством с Западом в обмен на то, чтобы оставаться присоской Российской Федерации. Пока что мы видим, что в Киеве не спешат создать альянс против таких стран, как Казахстан, которые обеспечивают России обход санкций. А Запад пока что либо не имеет на это времени, либо имеет свой интерес в сотрудничество с Казахстаном. Но ясно, что сегодняшние заявления Такаева не должны оставлять сомнений. И Такаев, и казахстанское руководство не только подыгрывают российским пропагандистским нарративам, признанным заставить Запад отказаться от поддержки Украины, они не только обеспечивают российскую военную машину всеновыми и новыми компонентами, тем, что закрывают глаза на обход санкций, но они еще и, конечно же, приближают к краху сам Казахстан. Ибо если Такаев думает, что сотрудничая с Россией и буквально лебезя перед ней, он гарантирует себе отсутствие вторжения со стороны Российской Федерации, то это очень и очень ошибочное представление. Реальной гарантией суверенитета Казахстана станет демократизация этой страны, приобщение к западным евроатлантическим ценностям и интеграции в западный военный блок, а также сопутствующий этому выход из российской орбиты и полное, реальное и безоговорочное выполнение введенных против России санкций. Друзья, поможем украинской команде Константина Мельника собрать на дроны, которые она разработала, производит, тестирует и эксплуатирует уже сейчас. Эти беспилотники будут охотиться за вражескими БПЛ-разведчиками и обманывать вражеские ПВО. Целевая сумма 49 850 евро. Собрано уже более половины. 26 500 евро. Чем быстрее закроем сбор, тем быстрее эти дроны могут начать ослеплять Россию в небе, мешая ей нацеливаться на тылы и передовую. Переводить пожертвования можно через благотворительную организацию в Литве «Хаплон Фоундейшн». Ее реквизиты я даю в описании к этому видео. Реквизиты банковского счета и PayPal счет. Там же в описании есть и те ресурсы, через которые вы можете поддержать наш канал. PayPal, Patreon, BuyMeCoffee, банковский счет с реквизитами. А также суперспасибо в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Рад объявить, что «Хаплон Фоундейшн» только что закрыла два первых своих сбора. Средства собраны, а оборудование куплено и доставлено директором «Хаплон Фоундейшн» «Жилиносом Святоюсом» на передовую в полном составе. Чему есть видео подтверждение, которое мы на днях показывали вам. Сейчас «Жилинос» вернулся из Украины в Литву, съездив, соответственно, как раз для доставки оборудования, и приступает вместе со мной к закупке автомобиля. Пикапа для группы ГУР, на которой ранее были собраны 11 тысяч евро. Спасибо всем за участие. Ваша помощь спасает жизни. Ну а если вы помогаете нашему каналу, вы позволяете ему работать дальше. Мира и здоровья всем. До скорого.